И Россия сделала США предупреждение по Белоруссии. Вот так пишут. Представляешь, Россия предупредила. Нельзя так. Удивительные ребята. Какой-то заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко провел телефонный разговор. Родственник другого Руденко, что ли? Володинского дружка. Ну, может быть и нет. Может быть, родственник бывшего прокурора. И всегда есть некий зам на подтанцовке, который вот такие вещи, угрозы какие-то сыпет или что-нибудь еще несет. Силуанов раскрыл детали представления кредита Белоруссии. То есть, в 2020 году 500 миллионов долларов дадут. Потом еще в 521 году. А после еще. В общем-то, вот такой вот разброс. Ну, не хотят сразу давать Лукашенко. А как бы чего не вышло. Как было, помните, с Януковичем. Даль 3 миллиарда, а Янукович тю-тю. Поэтому такая странная вот... Непонятно, кто первый ушел. 3 миллиарда. Да, да. Ну, как только 3 миллиарда появились, Янукович понял, что делать ему больше на посту нечего. Я думаю, что это как курица и яйца, кто появился. Ну, да. А тот, кто ушел первый. Госсекретарь США выразил признательность Литве за ее роль в ситуации вокруг Белоруссии. А вот США такую признательность, наверное, высказывать не за что. США проявляют в этом вопросе себя очень вяло. Обратите внимание, Трамп такой энергичный, такой нахрапистый. И вдруг в вопросе с Белоруссией включает фактически заднюю. О чем это говорит? Ну, о каких-то моментах. Может быть, это связано с выборами. Может быть, он не хочет. А может быть, это связано с каким-то особым отношением с Путиным. А я думаю, что они все проочарованные. Угу. Очарованные. Песком взявился. Лукашенко не просил Путина о поставках вооружения. Но это не так, потому что были же заявления Лукашенко и его команды. Скандал во Франции. Главным по борьбе с иностранным вмешательством в Евросоюзе назначен пропутинский политик Таири Мариани. Это человек от партии Марин Липен, национальное собрание. И он теперь возглавляет комиссию, которая борется с иностранным вмешательством. То есть, комиссию, которую называют, так сказать, в суе, по противодействию Путина. Путину. Да, пропутинский политик противодействует Путину. Прекрасно. Прекрасно. Продолжение следует...